Итак, здравствуйте, дорогие подписчики моего канала. Я с вами Марина. Итак, горчица была посеяна, горчица и овёс были посеяны у меня 7 сентября. Перед тем, как мочить, я намочила их. Они у меня набухли. И только тогда начала я сеять. Что хочу сказать. Сегодня у нас 22 октября. Да, считай, прошёл месяц и несколько дней. И по развитию, по росту горчица, конечно же, отстаёт от овса. Сейчас я подойду, получше покажу. Вот овёс. Вот овёс, видите? Овёс. Какой длинненький. А горчица слабо развивается. Поэтому я читала много, что влага способствует росту овса. И зелёная масса быстрее наращивается, чем у горчицы. Быстрее растёт. Но всё равно, я думаю, ещё подрастёт. Конечно бы хотелось, чтобы до сильных заморозков она ещё подтянулась горчица. И чтобы мой труд не пропал даром. Чтобы почва действительно была воздушная для следующего урожая. Хотелось бы, конечно, это. Но что-то вот и дожди, и тепло, да. И что-то горчица в этом году хуже развивается, чем у меня прозапрошлый год. В прошлом году тоже слабо горчица развивалась. Прям вообще было даже меньше, чем сейчас. А вот прозапрошлым году было очень хорошее, быстро выросло. Может быть, погодные условия были у нас лучше, чем сейчас. Но не знаю. Ведь способствует влага, дожди. Так что вот так. Хочу рассказать, ещё раз сказать, что горчица выросла, да. Но овёс её перерос в развитие быстрее. Зелёное масло нарастил овёс. Так вот. 7 сентября была посеяна. Сегодня у нас 21 октября. Ну, если ещё не будет заморозков холодных, а надо 5 градусов выдерживать горчица заморозков, то, я думаю, нарастит ещё зелёную массу горчица. И овёс ещё подтянется. Спасибо вам за то, что вы посещаете мой канал. Я с вами, Марина. Так что некоторые мне говорили, рано сеять, рано пахать. Нет. Я сделала всё правильно, потому что пошли у нас потом затяжные дожди. 6 числа он спахал. У меня огород 6 сентября. А вот 7 я уже посеяла. Потому что предварительно у меня была замочена горчица и овёс. А седьмого числа я уже сеяла. Или нет, пятого, наверное, у меня, да, пятого, наверное, посеяла. Пятого сентября мне спахали огород. А вот седьмого я посеяла. Когда тепло и когда идут дожди, быстро всё сходит. Но пахать огород, конечно, нужно не в сырую землю. Обязательно надо, чтобы земля была сухая. Потому что в сырую землю не пашут. Хотя мне говорят, ой, ты рано пашешь. Надо её в октябре пахать. Вот тебе октябрь. Дожди и дожди. Земля сырая. Никто такую землю не пашет. Нельзя. Пахать надо, когда земля сухая. Рано никогда не бывает. А вот поздно бывает. Когда земля сырая. Когда невозможно пахать. Тяжело. И нельзя это делать. Вообще нельзя. Такие вещи делают. Пахать сырую землю. Тем более под осень. А лучок остался. Зеленеет. Надо его вот так. Может быть, он зеленеет. Вот такие дела. Всё. Пока-пока. Всем желаю здоровья. Самое главное. Берегите себя. Это самое главное сейчас. И будьте здоровы. Ну, здесь всё нормально тоже. Специально пошла, чтобы посмотреть, как выросла за это время у меня. Я до этого снимала. И сейчас. Ну, за эту неделю немножко подтянулась. Горчичка. Овёс её перерос. Вот он, зелёный какой овёс. Молодец. Молодец. Овёс. Всё. Пока-пока.